Новые школы и детские сады, формирование цифровой среды и обеспечение школьников горячим питанием. На еженедельном совещании в Рио главы Чуваши Олега Николаева озвучили основные пункты развития сферы образования Республики на ближайшие 4 года. Одна из основных целей к 2024 году обеспечить 100% доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 7 лет. По словам министра образования и молодежной политики Чувашской Республики, дошкольное образование сегодня предоставляет 334 детских сада. Это позволяет охватить более 78% детей. Благодаря участию Республики в нас в районе 2019 года было построено 15 новых зданий детских садов на 3080 мест. Однако проблема нехватных мест сохраняется и доступность дошкольного образования для детей старше 1,5 лет сегодня составляет 83,5%. Поэтому строительство детских садов будем продолжать и к 2024 году мы должны выйти на 100% доступность дошкольного образования для детей старше 1,5 лет. Проблема нехватки мест актуальна и для школьного образования. Из почти 140 тысяч школьников 8 тысяч вынуждены учиться во вторую смену. Для решения этой проблемы к 2022 году будет построено 6 новых школ. Важно, чтобы дети имели равные возможности для получения общего образования, независимо от места проживания. Эффективным является проект по созданию в сельских школах центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», который позволяет школьникам получать современное качественное образование по таким предметам, как технология, информатика, ОБЖ, а также дополнительное образование по IT-технологиям, медиатворчеству, шахматам, проектной и дневночной деятельности. Всего на сегодня в 40 таких центрах обучается 12 тысяч детей. К 2024 году мы планируем создать 180 тысяч роста в сельских школах и малых городах. С большим вниманием подойдут и к обеспечению образовательных учреждений интернетом. Через 4 года все школы будут оснащены компьютерами, презентационным оборудованием и высокоскоростным широкополосным интернетом. Позаботятся и о горячем питании школьников. Для первых четырех классов обеды должны быть бесплатными, сказал президент страны во время ежегодного послания Федеральному собранию. Средства будут выделяться из бюджетов трех уровней. В этом году в 190 школах запланирована модернизация технологического оборудования пищеблоков, что даст возможность перехода на обеспечение бесплатным горячим питанием всех учащихся с 1 по 4 класса, начиная с 1 сентября, с охватом 100%. Валерия Друженец, Игорь Зверев, Республика.